всем привет всем привет вы на канале алкопил с вами я филипп и мой дедушка алексей филиппович сегодня у нас будет видео на 1000 подписчиков но на него должен был быть коньяк хэнси иксо но его пока не не разрешает открывать дистилёша так что пишите ему в комментарии дистилёша быстрее снимай ролик трава раньше была зеленее может быть это его смотивирует и тогда будет уже обзор на хэнси иксо вместе с дедушкой а сегодня у нас я считаю что неплохая замена хэнси иксо это spring bank 10 лет это виски из региона кэмблтаун никогда этот город был столицей мировой виски индустрии там было вот более наверное даже 38 дистиллерий сейчас осталось только три это как бы по факту две из них принадлежат spring bank значит давай откроем разорвала немножко расскажу бутылка красивая дед коробка красивая коробка красивая хорошая вот цель потрогай материал она лишь не просто картонная ну какая-то такая бархатный прорезиненный как будто картон вот сама вот эта текстура тут у нас фольга колпачок из фольги пробка пластмассовая сверху а здесь корка цельная опа открылся и даже туман появился бутылки вот это красота первый аромат отлично хорошая немножко кисловатый стою на полу станочки рваная ушаночки а мимо пробегают поезда а рельсы как и водятся за горизонтом сходятся а где же вы мои веселые друзья давай пусть постоит я немножко расскажу про спринга пора бы нам уж стреляется вискарем отметиться чтобы жизнь была бы хороша будьте здоровы живите богато будем дебустируй да подожди пока понюхай я думаю он еще не раскрылся только что из бутылки пусть постоит значит дистиллерии спрингбэнк принадлежит еще и дистиллерии гренгайл который выпускает виски киллкерон и третья дистиллерия в регионе это гренскоша значит на киллкерон у меня уже на канале есть обзоры на 12-летний и на бочковой 8-летний а сейчас у нас будет спрингбэнк это флагман дистиллерии спрингбэнк потому что они еще выпускают не торфяной виски тройной дистилляции это хазлберн а потом очень торфяной виски очень дымный виски двойной дистилляции это лонгроу и вот спрингбэнк который на самом деле он как-то 275 или 215 там дистилляция не просто двойная какая-то с усложнением так что спрингбэнк очень ценится у любителей виски это лимитированная серия потому что даже обычную десятку просто так не купить в магазине вот это продавалось в отдохни за 7400 но завезли на всю сеть только 90 бутылок как бы квота на россию 90 бутылок это очень очень мало как бы про двенадцатилетний даже говорить не приходится потому что у них каждый бачит 9000 бутылок также они выпускают какие-нибудь убер лимитированные это локал барли там еще меньше там от 6 до 8 тысяч бутылок и он идет бочковой крепости поэтому спиртов еще меньше так что спрингбэнк до сих пор ценится потому что еще качество не упало спирты такие же по качеству как и в восьмидесятых шестьдесятых и сейчас некоторые релизы современные набирают тоже легко 95 баллов 92 балла значит у нас десятилетний в него входит 75 процентов спиртов выдержанных в бурбоновых бочках и 25 процентов спиртов выдержанных в шерри бочках но какой шеви не указаны а нет извиняюсь написано из под бурбона 60 процентов и 40 процентов хереса это наверное предыдущий был батч десятки 75 и 25 вот этот именно 60 бурбона 40 хереса как бы считаете 50 на 50 крепость у него идет 46 процентов и били и он без холодной фильтрации идет ну чё давай продегустируем цвет у него без красителя такой золотистый хороший цвет приятный цвет травы ножки ну жирненькие оставляются на стекле немножко остается жирность остается вон видишь полосочка есть такое дело давай к аромату здесь небольшое количество торфяных спиртов да пахнет торфом но сколько но сколько ппм я точно не знаю но по ощущению 10 20 в зерне от 10 до 20 но я тебе предупрежду дедушка что кэмблтаун все виски они обладают как сказать такой ноткой некоторые как вот шерсть мокрую как минеральность они как рыбу соленую многие воспринимают это не просто классический виски или вот как коньяк он понюхай его запах очень минеральный цитрусовый чувствуется немножко дымка хорошо хороший очень запах у него необыкновенный легкий такой запах но легкий это за счет цитрусово а вот минеральная составляющая здесь наверное вот такой как оцинкованное железо есть такое как ведро оцинкованное нет не чувствую но если честно в килкероне 12-летнем больше вот этих механических нот и промышленных но здесь он действительно какой-то такой легкой травяной вот луговой травы сена до аромат и цитрусовый и немножко я даже сказал не выпечки есть и хлебный запах но возможно у нас постоял не очень долго может быть он потом раскроется и появится вот этот запах как говорят некоторые запах мокрой собаки но здесь такого нет нет нету здесь приятно вот я ожидал что будет более какой-то вонючий виски оказалось нет самый хороший подходящий а спирты коля спирты коля нос от конюхать есть при туре я и да конечно дал я тоже заметил что он небольшая доля спирта бьет по носу ну я себе наливал проводе 50 и больше 55 но основная тема этого цитрусы вот лимон и какая-то цедра грейпфрута может цедра лайма но есть все таки знаете какая-то вот такая нотка что показывает что это камблтаун что может быть может быть как золото сусальное но это скорее всего будет на вкус ты хочешь попробовать ну давайте по традиции за подписчиков канала алкофил спасибо что смотрите и подписывайтесь на это как бы видео юбилей и морская потому что на канале уже более тысячи подписчиков спасибо что подписывайтесь и смотрите приятный вкус очень насыщенный очень очень насыщенный прям такой плотный вот здесь больше минеральности здесь уже чувствуется солоноватость есть дорогу кому-то морская солоноватость потом ну хлебность тоже есть вот такая солдовость прям вот как будто хлебная корочка да и есть такая мягкость в воде то же самое крепость и мягкость вот не то что отдает как чистым спиртом а очень так нервно нервно во рту приятно и на вкус приятный а еще торфяная вода вот такая тоже запусть есть немножко торфяной но и послевкусие очень долго вот и выпил вот немножко и чувствуешь до сих пор такое приятное согревающее она подает да на послевкусие рассказал что это хлебность какая-то есть а немножко промышленных нот такая вот металлическая металлическая кислинка есть и небольшая-небольшая вот торфистость вот как будто вода торфяная но тут не дым не не пи пи мы виски очень качественный на самом деле вот он у них баланс на высшем уровне потому что у него что в аромате есть во вкусе это еще больше раскрывается и послевкусие очень долгое на очень хорошо продолжительный запах и вкусно такой хороший замечательный ну если честно вот когда я читал обзоры все или что вот виски spring bank они вот какой-то шерстью пахнут там животным жиром очень минеральные очень какие-то промышленные кино но ты не всем подойдут ну вот если честно то десятки я такого критического не нашел потому что если бы было вот совсем какой-то он слишком торфяной где-то сказал про это дедушки не нравится очень торфяные виски у них резкий запах а здесь вот это замечать торфяность да он умеренный такой хорош она хорошо интегрирована в аромат и и даже в каком магазине они продаются в единственном или расширенная сеть их поставок отдохни магазины это в москве и нижнем есть но 2 как мы родились сеть в москве магазин но в двух городах только но пришло 90 бутылок нет вот так на два города на два города нового и так что спешите а уже все и закупить заказывайте надо этим продавцам сказать что больше заказывали руководителем этих магазинов руководителем отдела закупок отдохни я поговорил она сказала мне что следующее что сколько дают столько и покупают что они у них кота все хотят они производят очень мало спиртов в год но я и на россию идет какой-то маленький процент просто я говорю почему там на 12 лет нибудь кого не завозите это 15 лет не хотя бы они говорят что не дают не дают поэтому удовольствуемся тем что ей сколько у тебя оценка на виски поставил по 10 балльных детскале ну я бы в этом поставил на 89 да да хорошо это очень хороший виски молодцы но производители умно ну вот но 100 бальной и по цене и по цене не дороговато не но дороговато конечно но тут не 500 грамм 800 на нет 700 ровно 700 или 750 сколько 700 750 это на америку новая у нас европейский но как сказал что в европе он там где успеешь купить стоит 45 фунтов это как бы на наши деньги 4 300 4 400 нормальная цена но в россии из-за того что лимит и его раскупают как бы он только пришел сразу раскупили поэтому цену сделали может быть его коллекционеры разбирают в том числе коллекционеры и коллекционеры за это мало бутылок они спрос есть поднимается это тоже у нас все поднимают неправильно на любую вещь быстрее-быстрее нажиться нельзя товарищи так делать а нету магазин то 90 купил бутылок как бы их продали а потом уже люди перепродают дальше лишь рука и потом вот цены например 12-летний и бочковой крепости уже тому 13 14 причем даже в европе он стоковая цена 55 фунтов а уже перепродают за 14 ну понятно раньше это назывались эти спекулянты а час предпринимать нет почему сейчас коллекционеры это сейчас на люди они купили в магазине за заправь понятно а раньше считались кто перекупщики эти когда раньше то в советском союзе или в царской россии царской россии царской россии не был такого кстати в ссср было их понюхали спекулянты перекупщики а сейчас пожалуйста предприниматель не один купил втором продал 3 опять перепродал и пошло поехало и до небес цены идут ну пляж называется предприниматели давайте предпринимать за вас потому что если не предпринимателем его в жизни не попробовали но понятно предприниматель уже купить нет я купил магазинового первых рук вот так теперь мы будем перепродавать будем предпринимателей вот так а мы открыли бутылку ну другую продадим о вот со временем он раскрылся вот сейчас во вкусе больше ореховости появилось причем такой фундук прям очень приятный вот первые глотки были более цитрусовые а сейчас вот ореховые ноты появились хорошо и в запахе он стал кстати более минерально да и все равно есть такая морская соль он вот знаете как я скажу что ну тайскер если сравнить как бы десятилетний он более жгучий понимаете у него перец и спирты таки обжигающий рот здесь спирты наоборот такие мягкие обволакивающие вот как будто на сено падаешь и она такой мягкая и пыльность какая-то поднялась и запах больше пошел вот это как сток сена очень приятный во рту плюс аромат у него тоже такой согревающий какой-то хлебобулочный ты заметил что сейчас уже торфяной это запах уходит давно нет уже почти как бы выдыхается до вначале потому что торфяные ноты были сильнее сейчас уже сейчас хлебный на первоместо и кстати цитрусность тоже ушла вот он начать был такой какой-то лимонная а сейчас ушло так что я думаю он будет со временем все развиваться и революции в бутылке и в бокале так что я думаю это неплохой вискин я бы им поставил оценку сейчас 86 87 точно а кстати в следующие разы я потом его сравню уже дома один с киллкером 12 лет вот интересно как киллкером который два года уже открытый посмотреть как он будет себя проявится спринг-банком 10 лет свежим ладно спасибо большое за просмотр вы были на канале алкофил ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем отвечу а также не забываем передавать за проезд по ссылке в описании но для тех кто хочет потому что все сегодня у нас видео присутствует контроль всем спасибо всем привет потому что у нас сегодня видео контролер присутствует и он будет проверять без билетных всем привет да всем привет встречаться в эфире почаще всем привет до встречи спасибо что подписывайтесь и смотрите до свидания